Жилищные вопросы стали основными во время приема граждан, которые провела глава Самары Елена Лапушкина. Свои обращения самарцы ранее оставили в соцсетях временно исполняющего обязанности губернатора Вячеслава Федорищева. Жительница Куйбышевского района Светлана Устинова рассказала, что более 10 лет назад в доме ее родителей произошел пожар. Состояние здания значительно ухудшилось и проживать там стало опасно для жизни. Дом признали аварийным лишь спустя несколько лет, а в 2019 году и жильцы не успели попасть в актуальную очередь на расселение. Светлане и ее соседям предложили переехать в маневренный фонд, либо решить вопрос с очередностью через суд. Тем более, что ранее администрация района выдала распоряжение о том, что проживание в доме представляет угрозу для жизни. Наверняка и президенты слышали о том, что программа расселения будет продолжена. И к концу этого года должна быть новая программа по расселению до 2022 года. То есть вы совершенно точно попадаете в эту программу. Но сами понимаете, и там очередность. 17-й, 18-й, 19-й. Сейчас мы вам готовы предоставить, чтобы вы хотя бы жили без текущей крыши в тепле в маневренный фонд. Но мы рекомендуем вам пойти в суд. Жительница Кировского района Юлия Сидякина, жена мобилизованного, попросила помочь с решением вопроса ремонта и благоустройства дома. Она проживает в пятиэтажке в Зубчининовке. На встречу пригласили руководителя управляющей компании, которая обслуживает дом. Он рассказал, какие действия нужно предпринять жильцам для решения проблем. Екатерина Кочемасова, жительница железнодорожного района, попросила отремонтировать дорожное покрытие во дворе дома на улице Мяге и оборудовать детскую площадку. Глава района Вадим Тюнин рассказал, что сейчас двор уже находится в очереди на благоустройство по программе формирования комфортной городской среды. Вместе с тем глава района предложил жителям поучаствовать и в других программах по преображению двора. А вот дорогу отремонтируют уже в этом году. Развеляется подрядчик, поэтому, в принципе, где-то в июле месяц мы уже прислужим. Еще одно обращение по благоустройству и развитию территорий поступило от жильцов Октябрьского района. Они рассказали, что микрорайон в границах Метерева-Московского шоссе Аврора-Гагарина активно застраивается. Жителям не хватает объектов социальной инфраструктуры. Отвечая на вопрос, руководитель управления развития территории Департамента градостроительства Андрей Урюпин рассказал, что уже в ближайшие годы в микрорайоне появятся необходимые социальные объекты – детские сады и школы. Возведены они будут в том числе благодаря реализации программы «Комплексное развитие территории». Содействие окажет и власть региона. Отметим, что не на все вопросы ответы удается найти сразу. Однако совместными усилиями в диалоге жителей и власти будут искать пути решения проблем. Каждое обращение граждан поступает в работу. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События.